всем привет quality motors на связи и сегодня очередной блок новостей все как вы любите дебютировала полностью электрическая версия кроссовера maserati grecalia модель называется grecalia folgari она оснащена двумя электродвигателями по одному на каждой оси суммарно они выдают 557 сил и 820 момента рабочее напряжение электросистемы 400 вольт емкость тяговой батареи 105 киловатт-часов запас хода до 500 километров электрическая установка увеличила вес кроссовера на 450 килограмм по этой причине разгон до первой сотни занимает 4 и 1 секунду а до 2 16 и 1 но кто не понял до 200 километров в час разгоняется за 16 и 1 представьте себе обалдеть 16 секунд и ты в космосе ну практически пневматическая подвеска входит базовую комплектацию внешне кроссовер отличается иной решеткой радиатора и заглушками на бамперах также предлагаются колесные диски особого дизайна great wall представили трехосный пикап компания презентовала great wall power cyber пикап уж название выговорить не могу но это как кибер трак судя по всему но только кибер пикап технически он представляет собой переработанную вместе со специалистами компании chaojing motors пикап поэр чтобы автомобиль оставался в категории n1 его массу уложили в три с половиной тонны а длину в 6 метров предусмотрены две колесные формулы 6 на 6 и 6 на 4 пикап имеет четыре блокировки три межколесные и одну между второй и третьей осью также есть блокировка передней муфты поездка по бездорожью упрощает грязевая резина с внешним диаметром 33 дюйма пикапа снасчет гибридной установкой бензиновым двигателем объемом 3 литра и конфигурации v6 а также электромотором суммарная отдача 517 сил и 750 ньютон-метра в паре с ним работает девяти ступенчатый автомат ожидается что пикап поступит в продажу ограниченным тиражом презентована новое поколение lincoln наутилус новый кроссовер прибавил в габаритах и изменился внешне задние фонари объединены в единый блок передние фары соединяет декоративная перемычка так звучит очень сексуально но не об этом в базе идут 19 колеса в качестве опции 22 дюймовые колеса примечательно что ручки дверей как внешние так и внутренние имеют разное исполнение для рынков китая и северной америки приборная доска растянута во всю торпеду а 11 и 1 дюймовый монитор мультимедиа расположен на центральной консоли среди опций аудиосистема электрорегулировки климат-контроль автопилот blue круиз 5g модем и многочисленные электронные помощники при этом технический автомобиль достаточно прост поперечное расположение двигателя макферсон спереди и многорычажка сзади за доплату доступны адаптивные амортизаторы в качестве базового силового агрегата предлагает двухлитровый бензиновый двигатель да товарищи к сожалению американцы переходит на двухлитровый бензиновый двигатель довольно таки часто тем самым они меня просто как любителя больших блоков 5-литровых отводят в сторону до электрификации всюду но не об этом этот мотор выдает 253 или 261 лошадиную силу также доступен гибрид суммарная отдача которого составляет 314 сил в первом случае предусмотрен 8 ступенчатый автомат а во втором вариатор привод полный с муфтой на задней оси собирать кроссоверы будут в китае стоимость от 48 тысяч американских долларов ну что дорогие зрители на этом наш выпуск подходит к концу с вами как всегда был юрий надеюсь ты не забыл подписаться на канал ну совершенно верно ты же не забыл ты же умничка не забудь также поставить лайк и написать комментарий с вами был юрий всего доброго пока